Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Давайте я зачитаю историю, потом дадим комментарии. Я свои, и вы в комментариях напишите ваше мнение, советы, может быть, девушки. Здравствуйте, Галина! Я очень вас уважаю и люблю как психолога, блогера и человека. Не пропуская ни одного вашего видео, и уже несколько лет подряд хотела поделиться своей историей и попросить у вас совета, как быть в видео или как вам будет удобно. Заранее огромное вам спасибо, моя история. Мне 23 года, я 2 года, как живу в Турции, переехала с семьей. Я знаю турецкий язык, учусь в местном вузе. Год назад я познакомилась с парнем, ему 27, и у нас начались отношения. За этот год мы виделись почти каждый день, периодами жили вместе, по недели, по две, общались 24 на 7 без прерывов. Поэтому мне не было к нему никаких вопросов, подозрений к нему никогда. Он меня познакомил со всеми своими друзьями, но не знакомил с родителями, хотя перед событиями, которые далее я расскажу, собирался позвать на кофе с мамой. За год сказать, что мы сблизились, это ничего не сказать. Он стал самым близким, родным человеком. Мы просто были неразлучны, всегда вместе, все друг про друга знали, каждый шаг был на виду, каждое действие, рассказывали все-все друг другу. И вообще я ощущала себя с ним такой раствор душ, что мне кажется, я не смогу больше встретить человека, который будет настолько близок мне, как он, во всех смыслах этого слова. На других мужчин я даже смотреть не могу. Однако произошла история, которая все перевернула с ног на голову. В апреле за пару дней до его дня рождения он устроил ссору на пустом месте, из-за того, что я была онлайн в WhatsApp и не отвечала ему минут пять. Сказал, прощай, я забираю свои вещи, сегодня, все, пока. Я была просто в шоке, потому что причины для ссоры, тем более, расставания не было. На следующий день был его день рождения. Он выложил фотографию торта на фоне отеля. Я стала ему звонить, он не взял трубку. Я не знала, с кем он празднует свой день рождения. Я подумала, что с семьей. На следующий день он позвонил, и мы помирились. Но он так и не сказал, с кем он праздновал свой день рождения. Типа, Сананэ, ты сама виновата. Сананэ, типа, какое тебе дело? Отстань, в общем, да? Ты сама не была со мной в этот день, и ты в этом виновата. Через несколько дней я увидела, что у одной девушки в Instagram изменилась фотография на аватарке, и она была на фоне отеля, из которого было сделано такое же фото с тортом. Тот же ковер и стулья, который я увидела на фоне. Потом я незаметно посмотрела его переписки. Он общался с ней, она писала ему по утрам Геннаде Джан Беннием. Однако общение было довольно холодным у них. В архиве WhatsApp из фотографий даже не было ни сердечек, ни каких-либо других откровенных каких-то там фотографий или что-то такого. Только скрины каких-то статей из интернета. Я сказала ему, что знаю, что с ней он общается, и что он праздновал день рождения. Кто это такая? Давай, вваливай. Но он устроил скандал и сказал, что не лезь в мою жизнь. Мы не общались целый день, я была очень злая, но все же думала, что это какой-то, наверное, флирт, что-то несерьезное. Я написала ей, не пиши моему парню. А она ответила, обе не мащем. То есть это мой муж. Скинула мне фото свадьи свидетельства о браке. У меня тогда просто рухнул мир. Как он мог мне врать, так как я этого не замечала? Ведь мы были все время вместе, тем более во время карантина, когда мы не выходили из дома, и он только отключался в туалет. Она турчанка, живет в Германии. Внешность вообще не в его вкусе. Он очень требовательный к себе, к девушкам в этом плане. А она с большим лишним весом, очень несимпатичная. Кстати, ни у него, ни у нее в инстаграме нет совместных фотографий. Мой парень до этого учился в Германии несколько месяцев, три года назад, и говорил, что хочет через пару лет поехать туда поработать. Несколько лет. Даже одно время учил немецкий. Мы начали встречаться в июне 2020. Дата брака у них в июле 2020. А братья не знают его друзья. Я знаю, что они ни мне не соврут. Когда все стало ясно, он сказал, что родители тоже не знают, но больше ничего мне не рассказывал. Я просто не понимаю, как такое может быть. Что мне делать дальше? Как я буду жить в мире, где самый близкий человек оказался таким лжецом? Он говорил мне, что женится только в 35 лет, что он свободный и хочет погулять. В общем, не намерен пока что жениться. Все время, когда была тема брака или что-то подобное, он говорил, что фу, как можно жениться так рано, всего лишь 27 лет. Жизнь заканчивается после свадьбы и так далее. Также я не могу понять, почему он на ней женился. Если уж женился, то почему они живут в разных странах? И она за этот год переехала всего к нему в гости на один день, на его день рождения. И при том, что оставалось, даже не осталось у него дома, а в отеле осталось. Комментарии к письму. Такого у нас еще с вами, девчонки, не было, да? Ну, мое предположение только будет. Сначала про историю с парнем. Как вы сама, давайте на ты уж. Как ты сама понимаешь, что историю с руганью на день рождения он сделал специально, чтобы ты отстала в этот день от него. У него была встреча. Это предательство, это измена, это не прощаются в нормальных отношениях, да? Не надо здесь искать правды, вины свои или еще чего-то, которую вину он пытался навесить. Говорит, ты не была со мной в этот день? Сананэ, ты со мной не была? Отстань от меня, не твое дело. И ты виновата в том, что ты со мной в этот день не была. Очень классно. Ты создал всю ситуацию, ты со мной сам поругался, виновата я, конечно. Тут уже, знаешь, все понятно. Я пытаюсь понять, да, зачем нужен ему этот брак. Я не думаю, что это огромная какая-то любовь, он бы с вами в отношениях просто не был. Он ее использует для брака этот, для легализации себя в Германии. Его планы уехать жить в Германию. И для легализации себя, для гражданства в будущем. Это нелегальный брак, скажем так, точнее, потому что они не проживают вместе. Им же периодически нужно видеться, им нужна констатация, что они вместе. Фотографии, полетов, билетов и так далее. Когда берут гражданство делать, показывать, что мы вместе. Здесь такая же тема есть к иностранкам в Турции. Когда вы в НЖ получаете или вид на жительство жены в браке. Бывают же фальшивые браки. И приходят поэтому полицейские домой проверять, как вы живете. Или вы должны открыть дверь по адресу. Или ваш супруг с вами там дома. Или ваших соседей опрашивают по адресу, который вы оставляете в документах на ВНЖ. ВНЖ жены. Или там на гражданство турецкое. В общем, не важно. Поэтому проверяют, что вы находитесь в браке. Реально вы живете или нет. Я думаю, такая же ситуация. Я не знаю, что он ей там плетет, врет и так далее. Может, он с ней видишь, не особо переписывается, общается. То есть, не особо-то он врет там в любви, не объясняется. Я думаю, что и она в курсе, и он, что это просто использование этой ситуации. Она ему помогает получить там вид на жительство или гражданство. Не знаю, как вот эта бюрократия в Германии происходит. Короче, документы. Закрепиться там ему это нужно. Я неоднократно, кстати, это слышала. У меня есть подписчица. Она с детьми. Она выходила замуж вот так вот фальшиво в Германии за турка. Для того, чтобы потом получить гражданство. Это ей знакомый так помогал, она так жила. Они, скажем так, создавали иллюзию, что типа живут вместе. У них тоже были проверяющие там органы. Вот. И так что я это могу понять, в принципе. Но здесь же мы не берем в расчет, что, зачем они это делают. Это их дело. Надо брать то, что касается меня, да. Если бы я была на твоем месте. Да, это предательство. Это вранье. Плюс еще планы. Он действительно не собирается жениться. Здесь не говорится о том, что свадьба, брак, что с ней что-то серьезное по-настоящему. Ты в это не верь. Это использование ее или этой ситуации положения для своих корыстных целей. Но будущего он с тобой все равно не видит. Потому что он после свадьбы жизни нет. Ты его фразу написала. Он боится до чертиков вообще свадьбы, отношений, ответственности. Это безответственный человек, который сейчас планирует сбежать в другую страну со временем. Пожить там, как он по студенческой там какой-то три месяца визитом был, да. Ему там, видимо, понравилось. Тебя в будущем в планах нет. Вот в чем дело. И он к этому, скажем так, плану прибег с этой девушкой. Даже родители, не знаю, тут однозначно просто для документов. Но тебе от этого не легче. Тебя обманули. И то, что она приезжала в отель, он с ней день рождения встретил. Не знаю, было там между ними что-то или нет. Это их уже их дело. Они обязательно это додумывают. Но, в принципе, за такой огромной базовой лжи это показывает его как человека. И я бы не смогла в отношениях оставаться. Это предательство. Почему, что, зачем, это его выбор. Ему виднее. Тебе в этом шариться не надо узнавать. А почему, зачем. Это была бы уже странная такая позиция. Надо просто это принять, что это есть. Переплюнуть просто. Перешагнуть и пойти дальше гордо. Тем более тебе всего 23 года. По поводу я не смогу доверять никого больше такого не полюблю. Это у тебя сейчас мысль. Ты потом это все сможешь. Найдешь себе просто нормального парня. Понимаешь, ты самый такой продуктивный на знакомство поиск мужчины. Возраст у девушки с 19 лет примерно до 40, до 35, до 30. У всех разные ограничения возрастные. Ну, кто как. Если так брать, это 20-40 лет. Вот этот продуктивный, плодородный возраст для создания семьи, рождения детей и так далее. Короче, когда еще можно погулять, выбирать мужчину и тому подобное. Я к этому все свожу. Так вот, ты только в начале этого возраста, у тебя запас еще дофига времени. Это твоя первая такая, да, неприятная попытка разочарования и большого предательства. Но теперь ты будешь знать, что такое бывает. Но это не говорит о том, что все мужчины такие, как он, или все турки такие. Нет. Это просто так могут лгать. Это просто такой человек. Это не ты виновата, не твоя ошибка. Это просто он вот такой лживый обманщик, который очень даже родителей, близких людей, любимую девушку готов обмануть. И честно, если поковыряться там, в некоторых моментах видно в твоих фразах, что он не планировал, с тобой просто встречался. Свадьбу, как ты говоришь, дети, вот эти все темы, он говорил, фу, да, рано, да, еще как можно после свадьбы жизни нет. Изначально ты понимаешь, зачем ты с ним просто приятно проводила, скажем так, время, да, отношения. Он, надежды на будущее, тебе не давал. Если они в голове у тебя были, то лично тобой созданы. И ты в них сама поверила, или я этого очень сильно хотела от этого человека, от этого мужчины. Соответственно, это твоя додумка. Он как бы к этому руку особо не прилагал. Это все в твоей голове было. Так что и выводы такие напрашиваются, ну как бы окей. И я к тому, что не прощай его, если он захочет. Не возвращайся здесь, обратно дороги нет. Это огромная ложь, которая будет когда-то еще повторяться, в других моментах. Все будет врать. Это патологически нехороший человек такой, вот он мальчик. Зачем, почему он это делает, его выбор, не будем это даже разбираться. И тоже не надо опроведчиво думать, что у меня никого больше не будет, как я буду доверять. Да, больно. Я тоже, у меня даже были такие ситуации. Я даже думала, как я буду доверять. Ничего, видите, мужа своего встретила, муж почти 10 лет вместе. И прекрасно, не знаю, не постучай, доверяем друг другу на 100%. И ему доверяю как себе. Хотя многие говорят, нельзя доверять, это невозможно. Это ваше. Я тоже раньше так думала, пока я не встретила надежного человека. Но встретила я его, потому что я его хотела встретить. Я его сама своими глазами выбирала. Скажем так, подбирала себе супруга-партнера правильно. Я здраво оценивала, шла на эту поступку. Вот и все. И вы все это тоже можете все это сделать. Пишите комментарии, девочки. У меня всегда в инфобоксе под видео остается моя почта. Вы можете написать свою историю туда. Также анонимно, вот я зачитаю, разберем. И либо записаться на психологическую консультацию ко мне в скайпе. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Спасибо.